Ольга Ванеева На 13-й очередной сессии Гурсовета сегодня согласовывали вопрос о ряде назначений на муниципальные должности. Помимо этого депутаты своим решением отменили выплаты почетным жителям Каннска. Это время, это место, где происходит анализ деятельности образовательных организаций, анализ деятельности реализуемых образовательных программ в течение летнего периода времени. Каннские педагоги подвели итоги летней оздоровительной кампании. Директора, учителя и педагоги дополнительного образования собрались на ежегодном городском слете. Если снимаешь, то это нужно показывать, чтобы люди могли это оценить, посмотреть, поругать, сказать, что тут не до чего-то, а здесь молодец. Десятки фотографов Каннска представили свои работы на ежегодной фотовыставке. Авторы показали не только привычные глазу снимки, но и целые фоторепортажи и даже стену Инстаграма. И теперь обо всем подробнее. Сегодня состоялась 13-я очередная сессия Каннского городского совета депутатов. Помимо ряда назначений на должности муниципальной службы депутаты обсудили важные вопросы о подаче горячей воды в летний период в районе БХЗ и об отмене социальных выплат почетным гражданам Каннска. Началась сессия с вручения удостоверения депутата Максиму Шкарубе, занявшего место Владимира Костюкова, который теперь занимает должность председателя райсовета. Следом депутаты согласовали кандидатуры на пост первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения и начальника отдела физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики. На первую из этих должностей назначен Петр Иванец, до этого занимавший должность начальника управления строительства и ЖКХ. И на комиссиях, и вчера была депутатская группа «Единая Россия», мы приглашали Петра Николаевича, и было высказано много замечаний в его адрес по работе. И мы нацелили его на работу все-таки конструктивную, с пониманием тех вопросов, которые выносят на повестку и депутаты. Тут же новоизбранному первому заму были заданы вопросы, касаемо его новой должности, среди которых отсутствие горячей воды в многотысячном районе БХЗ летом. И шли к решению, чтобы заказать проект косметную документацию, провести реконструкцию восьмого котла, который сейчас находится в нерабочем состоянии, в принципе, полуразобранный. И все-таки привести его частично на зажигание отходов резопиления и угля, и в летнее время давать микрорайону горячий угол. А микрорайон строителей, микрорайон пятого, пятого, четвертого, микрорайон... Здесь вопрос, почему. Тоже нужно будет вопрос рассматриваться тоже в семнадцатом году. Кандидатуру Ольги Бересневой, которая претендовала на должность начальника отдела физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики, депутаты тоже поддержали. Добавим, Ольга Владимировна не новичок. Двенадцать лет проработала в муниципальной службе. Четыре года назад ушла с этого поста. Теперь решила вернуться. Однако сразу три подчиненных новой начальницы почему-то написали заявление об уходе. Люди подали заявление по собственному желанию, это раз. Второе, люди не имеют специального образования, это два. А третье, ну, видимо, их новый начальник не устраивает. Может быть, это... Конечно, я выставляла свои требования, естественно. Они у меня высокие, учитывая и свой профессионализм. Я сказала, либо мы готовимся, да, и улучшимся, идем вместе, либо вы не готовы к этому. Ну, может быть, народ не готов. Ольга Владимировна считает, что в ее отрасли проблем много. И в первую очередь она нацелена на массовость спорта, на возобновление спортивных мероприятий с большим охватом людей. Это является приоритетным для нее направлением. Еще одна тема, болезненная, имеющая множество несогласных, это прекращение выплат почетным жителям Каннска. Многие месяцы депутаты откладывали решение этого вопроса. Однако им все-таки пришлось исполнить требования бюджетного кодекса и отменить эти выплаты, деньги на которые идут из городской казны. С 1 января 2017 года для 11 почетных граждан они прекратятся. Добавим, всего на сессии было рассмотрено 15 вопросов и пункты разные. Сессия продлилась менее часа. Ольга Ванеева, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. К другим темам. В нашем регионе установились стабильные отрицательные температуры, в связи с чем на берегах главной водной артерии города начал образовываться тонкий лед. Но уже сейчас появились лица, готовые рисковать своей жизнью ради рыбной ловли или игр на льду. Управление по делам ГОИЧС предупреждает, и лед в это время опасен. На лед разрешается выходить при толщине льда не менее 10 сантиметров. В настоящем моменте 10 сантиметров, конечно, нет. Поэтому от администрации ГОИЧС обращаюсь к населению не выходить пока на лед. Пока не будет. Достаточно толщины именно для рыбаков и для детей, чтобы кататься на коньках. Если вы все-таки провалились, постарайтесь зацепиться за край полыньи. Для этого можно воспользоваться ключами или ножом. Обопритесь на край и медленно наползайте на лед грудью. Выбравшись из воды, не вставайте ногами на лед, а медленно перекатывайтесь в сторону берега. Оказавшись на берегу, постарайтесь согреться. Когда окажетесь в теплом помещении, переоденьтесь в сухую одежду и выпейте горячего чая. При переохлаждении или обморожении вызовите врача. К другим темам. Каннские педагоги подвели итоги летней оздоровительной кампании. Директора, учителя и педагоги дополнительного образования собрались на ежегодном городском слюте. Еще и для того, чтобы составить план мероприятий на лето 2017. Тему продолжит Татьяна Лисогор. На традиционном слюте собрались представители школ и учреждений дополнительного образования города, системы здравоохранения и правоохранительных органов, руководители детских оздоровительных лагерей, чтобы выявить проблемы и перспективы детского отдыха в Канске. Это время, это место, где происходит анализ деятельности образовательных организаций, анализ деятельности реализуемых образовательных программ в течение летнего периода времени. И мы сразу же говорим о своих планах на предстоящий учебный год, на предстоящую летнюю оздоровительную кампанию 2017 года. Основная масса школьников этим летом не была предоставлена сама себе. Ребята отдыхали организованно. Но в целом за год сотрудники правоохранительных органов отмечают сильный рост подростковой преступности и призывают педагогов и в каникулярное, и в учебное время уделять этой проблеме особое внимание. На территории 4-й оперативной зоны, это восточная зона Казанского края, расположено 14 муниципальных образований. Наблюдается рост преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 60,5%. Абсолютный показатель – это 302 на 284 в прошлом году. При этом на территории города Канск за 9 месяцев текущего года наблюдается рост преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 101,5%. В этом году дети отдыхали на пришкольных площадках, в оздоровительных лагерях «Салют», «Огонек» и «Гагаринец» в палаточном лагере «Чайка». Летняя оздоровительная кампания прошла спокойно, без чрезвычайных ситуаций. При этом наибольший оздоровительный эффект, как отмечают специалисты здравоохранения, наблюдается у детей, отдыхающих на площадках с дневным пребыванием. У нас в городе на сегодняшний момент 18 тысяч 040 детей. И оздоровление у нас ежегодно проходит около 3 тысяч. Сейчас школьники с несерпением ждут первых в этом учебном году каникул, которые пройдут с 30 октября по 6 ноября. Но и в это время они не должны сидеть без дела. С целью обеспечения занятости детей в каникулярное время учреждения дополнительного образования, учреждения спорта, культуры, отдел молодежной политики приготовили для наших детей очень много, просто массу мероприятий. С планом мероприятий можно ознакомиться на сайте управления образования администрации города. Провести время интересно и с пользой школьники смогут как в своих учебных заведениях, так и в учреждениях дополнительного образования. Много интересных мероприятий для них готовит городская библиотека. Бойцы спецназа Федеральной службы исполнения наказания провели занятия для канских подростков. Тема необычного мастер-класса – это противодействие уличным беспорядкам. За обучением наблюдал специальный корреспондент телеканала Енисей Леонид Юрков. Ему слово. На первый взгляд отличить курсантов от бойцов спецназа трудно. Полностью экипированных мальчишек выдает лишь небольшая скованность в действиях. Оно и понятно, ведь эти щиты и дубинки у них в руках впервые. Балкая снизу, бей! Снизу, бей! Действующие бойцы спецназа Федеральной службы исполнения наказания знают о массовых беспорядках не понаслышке. Главное – это слаженность в действии. Отряд должен стать одним целым, даже если уличные хулиганы используют не только камни. Абсолютно не случайно в программу тренировок включены вот такие занятия в дыму. Ведь нередко уличные дебоширы зажигают покрышки. И абсолютно всем бойцам необходимо уметь ориентироваться в такой ситуации. Конечно, здесь еще надо потренироваться. Тут не за день, не за два, не за месяц, не надо годы, как бы, навык этот оттачивать. То есть, ребята, в принципе, у них есть норовка, вот это вот именно закал, боевой дух, как бы. Их можно будет в дальнейшем привлекать, использовать. То есть, не дай бог, но, тем не менее, уже знаем то, что еще помимо нас тут обоих. Эти мальчишки – курсанты учебного отряда при общественной организации ветераны спецподразделений. По факту, они военные и даже имеют официальную приписку к действующей войсковой части. Это позволяет получать знаки различия, обмундирования и проводить постоянные встречи с инструкторами. Попасть в этот отряд может далеко не каждый. Я думаю, где-то один из двадцати, двадцати пяти. Главное, чтобы была воля. Всему можно научить. Физподготовки. Главное, чтобы у человека была воля и желание. А все остальное приложится. Случайных людей в отряде нет. Для них тренировки и самосовершенствование уже давно являются жизненным кредом. Для многих ребят это не просто увлечение, а начало военной карьеры. У меня есть желание в будущем стать офицером российской армии. Служить в нашей стране, защищать ее, если понадобится. Ну, желание есть поступить у училища Рязанска. Эти занятия бойцов спецназа с ребятами не последние. В ближайшее время инструкторы вновь посетят базу учебного отряда, чтобы продолжить тренировки. Леонид Юргов и Вячеслав Морозов. Специальный для телекомпании «Канск» 5 канал. После короткой рекламы вы узнаете, кто объединил любителей выкладывать фото в Инстаграм и где можно ознакомиться с их творениями. Как проходят праздничные мероприятия в школе номер 18, которая исполняется 55 лет. Эти и другие новости подробнее через пару минут. Оставайтесь на 5 канале. Болезная газета 5 канал. Новости, аналитика, интервью. Программа передач самых популярных телеканалов. Розыгрыш билетов в кино и театр. Покупайте полезную газету в киосках Роспечати, магазинах города и редакции 5 канала. Болезная газета. Издание, которое мы делаем для вас и вместе с вами. Кредит на уважение внука и новый смартфон от 15% годовых. Докажи своему внуку, что ты умеешь отправлять СМС и не только. Оформи заявку по бесплатному телефону 8 800 775 80 80. АТБ. Все удобное, просто. Азиатско-тихоокеанский банк ПАО. Меховые традиции. Примерьте новую шубу. Станьте королевой этой зимой. 27-28 октября в ГДК. Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семенов. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. Только два дня осенняя распродажа в РБТ.РУ. Так 3D LED телевизор LG. По интернет-цене 16 990 рублей. РБТ.РУ. Надо тебе чехол для планшета связать. Сердце города. Кафе, которое всегда открыто друзьям. Свадьбы, банкеты, юбилеи, корпоративные вечера. Мероприятия любого формата. Можно провести у нас в теплой и уютной. Сердце города бьется в ритме ваших лучших пожеланий. Кафе Купцов приглашает на завтраки, обеды и ужины. Блюда и выпечка на заказ. Цены снижены уже сегодня. Приглашаем провести незабываемые новогодние корпоративы в нашем кафе. Советская 8, здание Старой Почты. Кафе Купцов. Вкус ваших желаний. Мы должны переходить улицу только по пешеходному переходу. Потому что знаем, что другие варианты опасны для жизни. Мы должны переходить дорогу только на зеленый свет. Всегда нет исключений. Мы должны быть очень внимательны на дорогах. Иногда мы отвечаем не только за себя. Мы дети, но на дорогах мы взрослые. В центре внимания на этой неделе. Цена вопроса. Программа об антикризисных предложениях. Вы смотрите новости. Мы продолжаем выпуск. Выставка работ каннских фотографов открылась в выставочном зале. Мероприятие это традиционное. Свои работы представляют как фотографы-профессионалы, так и любители. Здесь можно найти не только привычные глазу снимки, но и целые фоторепортажи и даже стену Инстаграма. Подробнее об этом расскажем далее. Шестая ежегодная выставка фотографов объединила несколько десятков авторов, которые представили около 130 работ. Организаторы не ставят рамки, не задают тем. Участники снимают в том стиле, в котором им нравится. Нужно к чему-то приходить. Если снимаешь, то это нужно показывать. Чтобы люди могли это оценить, посмотреть, поругать, сказать, что тут не до чего-то, а здесь молодец. Здесь можно увидеть пейзажи, натюрморты, предметную съемку, необычные здания, мосты и города мира. Кто-то напротив фотографирует лишь свой город с разных ракурсов. Кто-то снимает природу. Я сам когда-то занимался фотографией, это было давно, и я смотрю, насколько изменилась фотография, и насколько изменился авторский подход к созданию фотографии. И вот эти работы, их с полным правом можно назвать сегодня авторскими работами. И это действительно достаточно высокое искусство на сегодняшний день. Впервые на выставке представлены фоторепортажи. Так Тамара Ананиева рассказала историю одного лета. А Ирина Жуковская через объектив следила за жизнью кадетов. Еще один автор Александра Пушмина фотографирует с четырех лет. Мастерству съемки ее обучил отец. Теперь она ежегодный участник выставки. В этом году я съездила в Прагу, в очень красивый, интересный город. Я решила, что в этом году будут фотографии чисто с Праги и одна фотография города Каннска. Твоя любимая здесь какая? Ну, наверное, это бульварный букет, когда закат и очень красивый вид Праги. Последние пару лет особой популярностью на выставке пользуется стена Инстаграм. Размер фотографий на этих стендах меньше обычного. Но это не мешает фотографам творить в этом современном формате. От игровых до очень серьезных тем, над которыми рассуждал автор, все это можно найти на фото. Стоит отметить, что здесь собраны не только работы каннских фотохудожников, но и приезжих. У меня целый альбом в «Одноклассниках» выставил Каннск. Второй альбомчик там Каннск – деревянный город. Ну, то есть, тут есть, что фотографировать. Своеобразная природа, конечно. Много чего. Добавим, что фото-выставка будет работать до 9 ноября в Каннском выставочном зале. Ольга Ванеева, Сергей Молчанов, телекомпания «Каннск», 5 канал. Школа номер 18 сегодня начала череду праздничных мероприятий, посвященных юбилею. Ровно 55 лет назад это учебное заведение открыло двери для своих учеников. Первый день празднования провели в форме открытых уроков, на которые пригласили педагогов из других школ. Подробнее в сюжете Евгения Гамзюкова. 18-я школа – одна из старейших в городе. Расположенная в одном из спальных районов, по количеству учеников является одним из лидеров среди учебных заведений Каннска. В этой школе реализуется множество учебных программ и проектов, в том числе по ранней профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья. Один проект уже Российской академии образования завершили по муниципальным моделям образования. И сейчас мы продолжили вот этот проект с ними в работе. У них хорошая динамика, они очень хорошо умеют представить свою работу и результативность тоже достаточно хорошая. Но не только успехами особенных детей гордится школа. Выпускники учебного заведения всегда имеют достаточно высокий балл по ЕГЭ и желающие легко поступают в ВУЗы. Если брать за последние годы, то у нас практически все учащиеся, которые желают поступить в высшее учебное заведение, поступают. Средний балл у нас по ЕГЭ, русскому языку, выше 70 баллов. Математика профильная выше 50 баллов. Биология 80 баллов и больше. Самые такие предметы наши. Также коллектив 18-й школы может похвастаться теплой атмосферой царящей в ее стенах. Ребята, пришедшие обучаться сюда из других школ, быстро находят общий язык с учителями и одноклассниками. Я перешел в эту школу только в этом году и уже влился в коллектив. Мне очень нравится эта школа, нравятся преподаватели. Так как с ними можно пообщаться не только как с учителями, но и как с друзьями, как с обычными людьми. Они всегда готовы помочь и ответить на любые вопросы. Ну а как тебе принял класс? Класс принял достаточно тепло. Я со всеми подружился. Класс мне нравится. Обстановка в классе меня вся устраивает. Посмотреть, как проходят открытые уроки в школе номер 18, приехали учителя и директора образовательных организаций города и ближайших районов. Такой формат дает педагогам возможность перенять опыт у своих коллег и более продуктивно организовывать учебный процесс. Среди приглашенных присутствовали выпускники прошлых лет. Это моя любимая, единственная школа, в которой я училась. И мне очень приятно сегодня присутствовать на открытом дне и видеть то, какие позитивные, положительные, причем очень сильные изменения произошли в этой школе. Празднование юбилея продолжится в пятницу торжественным мероприятием для педагогического коллектива школы. А 3 ноября состоится встреча выпускников разных лет. Евгений Гамзюков, Сергей Молчанов, телекомпания «Канск», 5 канал. Новости спорта. 23 октября в Иркутске прошел открытый Кубок Дю США Рекорд по тэквондо ВТФ среди мальчиков и девочек 2002-2006 годов рождения. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из Иркутска и Красноярского края. Честь нашего города защищали 12 воспитанников Каннской Федерации тэквондо ВТФ. По итогам встречи город Канск занял почетное второе общекомандное место. В копилке нашей сборной 9 медалей – 3 золота, 3 серебра и 3 бронзы. Первые места завоевали Тимофей Азаров в категории до 32 килограммов, Александр Абдрахманов в категории до 33 килограммов и Семенов Тушков в категории до 38 килограммов. Тренируются спортсмены под руководством Алексея Шлемова и Павла Шлейхера. Далее подробный прогноз погоды на четверг и рубрика «Полезно знать». А я же прощаюсь с вами и напоминаю, что своими новостями вы можете делиться с нами по телефону 2-35-65. А узнавать о происходящем не только в городе, а также в крае стране можно на нашем сайте www.5-канал.инфо. Не забывайте, заходите на наши страницы в социальных сетях. С вами была Ольга Ванеева. Всего доброго и до встречи. Закружила. Дом, работа, заботы. Не до себя. И вас как будто не замечают. А может, это ваша привычная одежда делает вас незаметной? Не пора ли подумать о себе? Красиво, достойно одеться и просто порадоваться за себя. В этом вам поможет магазин по всей России «Меховые традиции». В разгар сезона для вас огромный выбор теплых и красивых шуб от российских фабрик по приемлемым ценам. Из меха норки, нутрии, бобра, овчины и королевского рекса, енота и лисы. Это значит, что вы сможете купить эксклюзивную шубку, которая будет только у вас. И вы увидите, насколько мех подчеркивает вашу красоту и сияние. Сделает вас привлекательной. Потому что главная ценность в мехе – это вы. Например, «Меховые традиции» предлагают вам купить шубу своей мечты – в кредит на два года без первоначального взноса. Только сейчас шубу из теплой овчины можно купить за 1190 рублей в месяц, а шубу из роскошной и элегантной норки – за 3350 рублей в месяц. Шубы в «Меховых традициях» сшиты по ГОСТу с гарантиями и сертификатами. Попробуйте примерить одну из наших шуб. Приходите с подругой или семьей. Оцените себя по достоинству. Станьте королевой этой зимой. Приходите в магазин по всей России «Меховые традиции». 27 и 28 октября в городской Дом культуры. Улица Ленина, 10. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на 5-м канале. И с вами я, Оксана Михайлова. Традиционно каждый четвертый четверг октября в нашей стране отмечается день без бумаги. Научиться использовать бумагу рационально – таков основной тезис безбумажной компании. Уникальность акции в том, что она приносит пользу не только природе, но и бизнесу. Использование технологии электронного документа оборота позволяет организациям постепенно сокращать расходы на печать, хранение и транспортировку бумаги. 27 октября пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-западный – 1,4 метра в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. Температура ночью – минус 6, минус 10. Днем – минус 3, минус 7 градусов. Я желаю всего вам самого доброго. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин